В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. В Одесской области по состоянию на утро вторника лабораторно подтверждены 30 случаев COVID-19 среди заболевших 20 человек жителей Одессы. За сутки зарегистрированы три новых случая заболевания, сообщили в Украинском Минздраве. За минувшие сутки с понедельника на вторник 46 жителей Одесской области с симптомами коронавируса обратились к медикам. Скорая выезжала на вызовы 919 раз, в том числе 33 раза на острые респираторные заболевания. А во вторник вечером поступило сообщение о первом случае заражения коронавирусом в Килийском районе. Пациент госпитализирован в инфекционное отделение районной больницы. Его состояние удовлетворительное. Установлен круг контактных лиц. Это 31-й случай заболевания COVID-19 в Одесской области. В городской клинической инфекционной больнице Одессы на стационарном лечении по состоянию на утро вторника находилось 18 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. 12 из них жители Одессы. Три человека находятся в тяжелом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. 12 пациентов в состоянии средней тяжести, трое в удовлетворительном состоянии сообщили в Одесском горсовете. 45 человек скончались, 28 выздоровели. Всего в Украине подтверждено около полутора тысяч случаев коронавируса. По оценкам экспертов, реальная цифра может отличаться в разы, ведь тестирование проводят далеко не каждому, у кого есть признаки недомогания. Однако вскоре подход к тестированию изменят, ведь сейчас лаборатории не загружены на 100%, отметил главный санитарный врач Украины Виктор Лешко. Сегодня Украина имеет возможность расширить потужность до тестирования до 80 тысяч тестов на неделю. Наразі мы имеем ситуацию, когда мы тестуем около полтора тысяч зрителей в день. Питание в том, что мы начинаем рассматривать и смотреть, чи завантажены вирусологические лаборатории. Вирусологические лаборатории сьогодні не завастажены на 100%. Тому переглядаємо і дивимося на алгоритми доставки зразків. В Одесі тестирование на коронавирус проводят как в медучреждениях, так і беруть анализы на дому у пациентов. Для этого созданы мобильні бригады, які оснащені всеми необхідними защитними средствами. В Медздраві України сообщають, больних с коронавирусом, находящихся в среднем і тяжелом состояниї, будуть лечити бесплатно. При этом стоит отметить, що второй етап медицинської реформи, который начался с 1 апреля, і так предполагає лечение пациентов за счет государства. В Одесской облгосадминистрації нас також заверили, що на второму етапі медицинської реформи за лечення пациенты больниц платити не должны, і медпомощь при коронавирусі не исключение. Якщо медперсонал требує покупати препараты самостоятельно, об этом порекомендовали сообщати на горячую лінію Минздрава 0800 505 201. В Європі заявили о важной тенденції – снижение числа смертей от коронавируса. Уже двое суток уменьшение ежедневной смертности наблюдается в Італиї, Іспанії, Франції. Правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мер. Ограничения планируют оставить в силі еще несколько недель. О такому решении заявили Франція, Іспанія, Італия і некоторые другие страны. Германия готова перейти от карантина к мерам по контролю эпидемии і открыть границы со странами шенгенской зоны. Согласно последним данным, в Германии більше 100 тисяч человек інфицированы коронавирусом. Умерли около 2 тисяч человек, а вылечились більше 28 тисяч человек. Тем временем в США в течение суток заболели більше 30 тисяч человек. На данный момент в стране інфицированы 368 тисяч, умерли більше 10 тисяч человек. Половина летальных случаев приходится на Нью-Йорк. Власти прогнозируют дальнейшее резкое увеличение смертности на этой неделе. А вот в Китае за прошедшие сутки не умер ни один пациент с COVID-19 впервые с января. Город Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса в стране, выходит из режима изоляции. С 8 апреля жители провинции Хубэй смогут выезжать за пределы региона. Во время карантина временно свою деятельность приостановили 29% отечественных компаний, а 6% полностью прекратили свой бизнес, говорят социологи. Сегодня рестораны закрыты, не работают салоны красоты, торговые и спортивные центры, кинотеатры и многие другие заведения. Офисных сотрудников перевели на удаленную работу, многих отправили в отпуск за свой счет. О том, как отразился карантин на доходах одесситов, узнавали наши корреспонденты. Наиболее сильно пострадал малый и средний бизнес, констатируют экономисты, а именно сфера обслуживания. Закрылась наша сфера обслуживания, мы сидим дома на карантине. А что обещают, говорят? Ну, обещают, что ждем, когда закончится карантин. Временно лишились доходы, сбережения уже заканчиваются, побыстрее бы это все уже закончилось. Нет работы, нет денег, за что жить через две недели никто не знает. А в какой сфере работаете? В ресторанном гостиничном бизнесе. И сейчас приостановлено? Конечно, закрыто на карантин полностью. А компенсируют как-то, нет работы? Нет, никаким образом не компенсируют. Откуда? А что обещают? Все молчат до окончания карантина, никто ничего не знает. Ну, осталось без работы. А в каком? Ну, в парикмахерской. Маникюр, мастер маникюра. И сейчас нет? Сейчас нет. Все закрыто, все на карантине. И сидим без работы. Аренду платить надо нам. Я работаю перевозчиком. И вас сейчас отстранили временно? Отстранили, потому что невозможно работать. И как? Выйдешь на работу, заработка нет никакого. И все. Просто катать себя смысла нет. И поэтому сидишь дома и думаешь, что завтра делать. Но не идти же воровать и убивать. Большинство наших собеседников говорят, накоплений либо вообще не было, либо их на весь карантин не хватит. Пока денег хватает, но только на самое необходимое. Беспокоятся и те одесситы, которые продолжают работать. Доходы многих существенно упали. Повлиял ли как-то карантин на ваше финансовое положение? Ну, честно говоря, да. Отчасти. Если с курьерской точки зрения смотреть на это дело, то немножечко просерли зарплаты у людей, соответственно, у нас. Но, в принципе, несущественно, потому что люди все равно работают. Пусть дают по три выходных, пусть сокращают часы, но все равно деньги есть. Ну, у меня, скорее всего, частная практика. И, конечно, это влияет, прежде всего, это влияет на психологическое состояние. Люди перепуганы. И поэтому ясно, что когда человек находится в стрессе, ему уже не до каких-то интервью или занятий психологией. Это, на самом деле, базовая вот такая потребность безопасности, она блокирует очень многие вопросы. В моем случае. А на сколько ваш доход уменьшился в процентах? Ну, в процентах, где-то процентов на 50 уменьшился. Ну, у меня есть возможность. Есть как это, финансовая подушка. А работу потеряли или нет? Нет, потеряли. Но на карантине нахожусь. Собственный бизнес, поэтому есть возможность находиться на карантине. То есть, вашего собственного бизнеса доходы стали меньше, он закрылся? Меньше, да. Временно закрылся. В то же время, по информации Национального банка Украины, за последние две недели карантина, количество вакансий на рынке труда снизилось на 34%. Сложнее стало найти работу, которую я потерял ровно до карантина, поэтому... Вы ее потеряли до карантина или в связи с ним? В связи с ним. А в какой сфере работала фирма? В сфере IT, скажем так. В сфере сетевого маркетинга. И вы сейчас ищете работу вообще никаких вакансий? Все, да я даже уже пытался грузчика найти, все грузчики заняты. Люди кажуть, что найти работу зараз практически неможливо. Что ж, переверим, ось потрібен помечник керівника. Дзвоню за цим номером. Просто не взяли трубку. А вот по другому номеру нам ответили. И даже записали на собеседование. Предложили работу в компании, занимающейся крупным и средним оптом. Однако искать работу подобным образом – идея сомнительная. Есть риск по итогу месяца остаться без денег. В Одесском областном центре занятости число людей, которые ищут работу или оформляют статус безработного с начала карантина, значительно увеличилось. В основном под увольнение попали работники сферы торговли или государственных предприятий. Возьмем даже небольшую статистику. Возьмем просто за 6 дней апреля месяца. Возьмем 6 дней апреля месяца 2019 года. Это было, получили статус безработного у нас, 453 человека. За 6 дней апреля 2020 года – это уже 1175 человек. В данный момент подбор работы практически не проводится. Хотя работодатели свои вакансии не снимают. Ждут нормализации ситуации. Ведь когда-то карантин закончится и сотрудники будут нужны. В большинстве случаев сейчас мы регистрируем людей, тех, которых сократили в государственных предприятиях. И тоже к нам они обратились для поиска работы. Но на сегодняшний день пока, к сожалению, подбора работы мы не ведем. А пока что мы регистрируем людей. Вакансии у нас в базе 2800, по городу 1500. И вакансии у нас пока что предприятия не хотят снимать. Они на перспективу. То есть с людьми собеседование идет в телефонном режиме. Предприятия тоже работают дистанционно. И мы ждем окончания карантина вместе с предприятиями. Несмотря на карантин, центры занятости продолжают свою работу. Но регистрация граждан проводится дистанционно. Есть три способа подать документы для регистрации, рассказывает Наталья Акунс. Первый вариант. На электронную почту центра занятости. Это сканированные документы и сохраненные в PDF-файле. Или в других форматах и фотокопии. Второй вариант. Через скрынку. В таком секторе, где размещены помещения центра занятости, они будут в бумажном, серокопированном виде. Эти копии должны быть заверены личной подписью человека. Третий вариант. В электронном виде через веб-сайт ДСЗ. С подтверждением квалификованной электронной подписи человека. И обязательно особее указать личный контакт на номер телефона. По которому потом наши специалисты после регистрации в базе данных этого человека с ним свяжутся обязательно в телефонном режиме в этот же день, когда он подаст документы. Кроме того, во время карантина начало выплат по безработице начинается со дня получения статуса. Статус безработного давали тоже с первого дня обращения человека в центре занятости в случае отсутствия подходящей для него работы. Но выплату пособия назначали с восьмого дня. То есть в течение семи дней для человека искали подходящую работу и давали статус безработного с дня его обращения в центр занятости, если не было подходящей работы. Но выплату пособия назначали для него с восьмого дня. В чем разница? А сейчас назначается с первого дня его обращение в центр занятости. И без поиска пока работы. Тем не менее, кто хочет найти работу и согласен поменять профессию, найти работу сможет и во время карантина. Ведь надо выращивать урожай, проводить дезинфекцию, что сегодня весьма актуально. Работу предлагает на сегодняшний день предприятие Облэнерго, предприятие сельского хозяйства. На сегодняшний день это актуальные вакансии, которые под сезон, будем говорить так. Трактористы, винограды, рыбаки, дорожные рабочие, дезинфекторы. Это то, что сейчас актуально на сегодняшний день. Что же касается заработной оплаты, то она варьируется в зависимости от вида, деятельности и занятости. Зарплата колеблется от 4,723 и есть и 10 тысяч, и 15 тысяч. Зарплата 8 тысяч, 7 тысяч. Смотря какая профессия, какая специальность. А те, кто уже получил статус безработного и во время карантина будет получать положенные выплаты, заверили в областном центре занятости. Выплату пособия никто не приостановил, поэтому пособия по безработице получают у нас все, те, которым это положено. Пока у многих граждан, потерявших работу, есть минимальные накопления, за счет которых можно прожить некоторое время. Однако, сколько продлится карантин, никто сказать не берется. И как измениться ситуация на рынке труда, сегодня тоже сказать сложно. В целом, что касается различных государственных социальных выплат, на время карантина они сохраняются даже в том случае, если срок назначения вышел. Для продления не нужно приходить в органы соцобеспечения, а при необходимости все вопросы можно решить в телефонном или онлайн режиме. Подробнее после новостей в программе «Тема дня» разъяснит директор Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская. Допомога малозабезпеченной семьи, допомога особам, которые не имеют стажа для призначения пенсии, им надается такая допомога, и она будет продолжаться. Даже тогда, когда завершится термин инвалидности, треба в период, когда есть коронавирус, проходить переогляд. Это неможливо сделать, враховуючи ситуацию, и человек будет получать эту призначенную допомогу до завершения карантинного периода. А потом, когда будет продолжена группа инвалидности, мы будем делать перерахунок, выходя из тех документов, которые будут наданы. Деяки для других видов допомог, термин, которые есть для заявления, они будут продолжены на период карантина и еще месяц после этого. То есть, если, например, одинокая мать должен обратиться и продолжить свою выплату в квитне, и она не вернулась, то она ничего не втрачает. Она будет отриваться. Она або онлайн нам надает заяву, и подтверждающий документ, если это нужно для продолжения, або она вернулась после закончения термина карантина, и еще месяц после этого, и мы продолжаем призначенную допомогу с того момента, с которого она была призупинена. То есть, на период карантина продолжаются все термины с вернением за призначением допомог. В Кодомском районе во время пожара погиб мужчина. Возгорание произошло утром в селе Слободка. Горели домашние имущества, мебель и бытовая техника в одной из квартир одноэтажного дома. В течение нескольких часов пожар на площади более 80 квадратных метров полностью потушили. На месте обнаружили тело мужчины. Причины пожара и гибели человека устанавливаются. Карантин жители Одесского региона проводят по-разному. Кто-то работает удаленно, кто-то осваивает что-то новое, а кто-то пьет спиртное и употребляет наркотики. В Одесской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственного брата. Преступление совершено в селе Лиски Килийского района. Как выяснилось, конфликты между родственниками были нередки. В ходе очередного скандала младший брат схватил ружье и выстрелил в старшего. Пуля попала в живот, ранение оказалось смертельным. Я ставил на зарядку телефон. Он в этот момент слышит, мать говорит мне, что он идет ко мне, будет сейчас меня убивать. Я машинально встал ствол с кровати, открыл окно и выстрелил. В городских трамваях и троллейбусах теперь можно занимать все сидячие места. В правительстве пересмотрели нормы пассажирских перевозок. Согласно постановлению, в городском транспорте теперь может проехать ровно столько людей, сколько в нем сидячих мест. Ранее разрешено было перевозить до 10 пассажиров, вне зависимости от количества сидений. В одесских автобусах-маршрутках до 22 мест. Большие автобусы, курсирующие на некоторых маршрутах, вмещают до 30 сидений. В одесских трамваях от 23 до 40 сидячих мест. Многосекционные трамваи типа «Одиссей Макс» рассчитаны на 60 и более мест. В одесских троллейбусах в среднем могут сидя проехать от 25 до 34 пассажиров. Таким образом, очереди на остановках вскоре исчезнут. Главное, чтобы пассажиры не забывали. И на остановках, и в транспорте необходимо надевать маски. Большинство одесситов с пониманием относятся к призывам врачей оставаться дома. Людей в городе с понедельника стало еще меньше. В парках и скверах практически никто не гуляет. Редко встретишь отдыхающих возле моря. По улицам Одессы прошлись наши корреспонденты. С каждым днем на улице стает все теплеще. Проте людей на пляже Ланжерон майже немае. Также, как мы видим, он никому не охраняется. Относимся с уважением, соблюдаем. Но считаем, что мы стараемся соблюдать в плане того, что можно только с собаками. Но есть у детей такие болезни, когда им тоже надо дышать воздухом, не только собакам. Думаю, что каждый взрослый человек должен сам думать о своем здоровье и своих детей. Однако не все одесситы придерживаются рекомендаций врачей и Кабмина. Соблюдаете ли карантинные меры? Тяжелый вопрос. Я думаю, на сегодняшний день никто не ответит на этот вопрос. Почему? Потому что в этом городе много людей, и каждый думает о том, что не существует никакого вируса. Вируса нет. Просто хотят поднять деньги на это. Каждый день кто-то покупает маски. Никто же обычной маски не будет носить. Правильно? В первой половине дня ни в прибережной зоне, ни в центре города полицейских, которые должны контролировать соблюдение правил карантина, мы не встретили. Однако дежурят нацгвардейцы. Они проводят с одесситами разъяснительную работу. А у пожилых проверяют документы и советуют отправляться домой. Год рождения. Смотрим, что мы велись больше 60 лет. Стараемся, чтобы они дома сидели, ограничивать их передвижение. То есть только в магазин, чтобы ходили и так далее. А вот людей, которые без маски, ходят по трое, что делаете с такими? Мы таких людей просто говорим, что нельзя, попередживаем, что нельзя так ходить, заставляем надевать им маски и так далее. А как люди реагируют на такие ваши предупреждения? Плохо. Хамят, грубят. То есть все агрессивно реагируют на наши замечания, хамят нам и так далее. Стихийная торговля не припиняется. Проте усі продавцы надягли маски. Как говорят, людей стало значительно меньше. Мало, очень мало людей стало. Ну, вы сами видите, никто не покупает практически. А что чаще всего покупают? Лук, картошка такой. Ну, и то берут в основном люди по 10 килограмм. Так, как раньше брали по мешку, по два, вообще не берут. Людей стало меньше. Людей намного меньше стало. А на сколько в процент? Так, у нас, понимаете, в основном бары, рестораны берут. А сейчас они закрытия все, никто не покупает. А в основном люди, я уже сколько раз повторял. А люди что берут? Там маленькую сеточку и все. Напомним, что 6 апреля кабинет министров ужесточил ограничения карантина из-за распространения инфекции. Согласно новому постановлению, на улице нельзя находиться без документов. А в общественных местах введен масочный режим. Также запрещено посещать парки и скверы, гулять в прибрежных зонах и перемещаться группой, в которой больше двух людей. Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше получат надбавки в размере 500 гривен. Таково решение правительства. Сыграет ли это решающую роль в улучшении материального положения пенсионеров и, как это скажется на экономических процессах в государстве, мы узнавали у президента украинского аналитического центра Александра Ахрименко. Экономическая ситуация сейчас такова, что выплатить обещанное государство может только за счет эмиссии гривны, говорит эксперт. На сегодняшний момент единственным источником, с помощью которого можно наполнить госбюджет, ну и соответственно сделать все там выплаты, доплаты, которые пообещало правительство Украины, это эмиссия гривны. Согласно нового проекта госбюджета, эмиссия гривны будет порядка 400 миллиардов гривен. Ну понятно, что 400 миллиардов более-менее большая цифра, я думаю, хватит и на доплату пенсионерам, и на зарплату бюджетникам, так что деньги будут. Однако такой процесс будет способствовать инфляции, отмечает Александр Ахрименко. Ну вы сами понимаете, если эмиссия, значит будет инфляция. К сожалению, такая зависимость существует, ничего другого вы не придумаете. Так что ждем инфляцию 40%. Эмиссия 400, инфляция 40. Вот такая простая математика. Незначительные надбавки и разовая выплата в размере тысячи гривен значительно улучшить материальное положение пенсионеров не смогут, считает аналитик. Тысяча гривен – это очень мелкая сумма. Да, они выполняют, действительно, тысячу гривен выплатят. Но только это разовая выплата, это же не то, что каждый раз. И по этой причине радикально она не спасет. Если пенсионеры сами не найдут деньги, сами не найдут деньги, надеяться на государство нет смысла. С государство помочь пенсионерам в Украине реально не может. Пообещать можно, помочь с ним. В условиях карантина ждать оптимизации экономических процессов не приходится, говорит эксперт. На сегодняшний момент уже ничего права делать нельзя. Ну, как бы там ни было, а карантин и все вот эти запретные меры очень сильно нанесли удар по экономике Украины. Поэтому сейчас только можно за счет эмиссии каким-то образом, ну, как бы латать дырки, понимая, что тем самым вы провоцируете, ничего другого придумать нельзя. Уже как бы поломали, теперь мы исправляем то, что поломали. Надеяться же на очередной транш от МВФ тоже не стоит, считает Александр Ахрименко. Транш МВФ никак на пенсионеров не влияет. На экономику Украины тоже будет. Транш МВФ не будет, но вот этого пенсии в Украине выше не будет, зарплаты больше не будет, инфляция будет все равно большая. В МВФ или без МВФ. И это вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. Я с вами прощаюсь, желаю хороших новостей и всего доброго.